Субтитры создавал DimaTorzok в той школе подтекстов, которую уместно назвать школой Тарановского. Мы когда-то с Романом Давыдовичем Тименчиком еще в 70-е годы в лицензии на книгу Тарановского писали о том, как параллельно развивалась подтекстология в России и в Америке. Прозвище «Оздейская школа» для этой группы придумал Михаил Лунич Гаспаров. Оно, естественно, не включало московских участников, о которых я буду говорить дальше, но включало Тименчика и Тоддеса, Рижан, вероятно, меня как петербуржца, но прежде всего, и в этом был своеобразный фонт этого термина, то, что самый старший и самый младший на тот момент участники школы родились в Тарту. Это были Кирилл Федорович Тарановский и Михаил Юрьевич Лотман. Впоследствии Омри Ранен показал, что для становления школы много сделал и Юрий Михайлович Лотман. В частности, к его понятию «межтекстовые связи» восходит и неудобный термин «интертекст». Но сам Юрий Михайлович несколько дистанцировался от этой школы. В Москве же получилось так, что с Мандельштамом, то есть первичным материалом школы Тарановского, было скорее связано противоположное направление, занимавшееся преимущественно имманентным семантическим анализом. Это были работы Юрия Щелевина и Дмитрия Михайловича Сегала. А работы, тем или иным образом сопоставимые со школой Тарановского, велись на материале Ахматовой. Это были работы Владимира Николаевича Топорова и Татьяны Владимировны Цевьян. Только позже оба они обратились к Мандельштаму, в частности, их совместная работа о нерволианском подтексте. Мы с Тименчиком упоминали в свое время, что в работе Татьяны Владимировны «О поэме без героя», напечатанной в Тартусской семиотике, появилась, кажется, первая в России ссылка на пионерскую статью Тарановского «Пчелы и Осы» в поэзии Мандельштама, и там был, так сказать, изложен и определен термин подтекст. Разница двух методов, существовавших в Москве и в других городах, хорошо видна из такого анекдота. У Левина была привычка работать летом на берегу моря, то есть Рижского залива, в довольно диких местах. Он снимал дом в рыбацкой деревне, далеко от курортов. Он уезжал на велосипеде в совсем безлюдные места и брал с собой только надувное кресло, ксерокопию разбираемого текста, несколько листов бумаги и ручки. Мы с ним говорили, что если бы я захотел последовать его примеру, то мне пришлось бы прицепить к велосипеду тележку с несколькими десятками книг. Михаил Иванович, так сказать, часто делал иронические замечания по поводу Азейской школы, но сам совсем не уклонялся от подобных построений и в своих работах сделал, и устно подсказал коллегам и эпистолярно, немало сопоставлений. Что касается его теоретического вклада в проблему подтекстов, то он был скорее негативным, или, как сказал бы Владимир Николаевич, меональным. Дело в том, что Гаспаров много сделал для определения границ подтекста или цитации, то есть отделения индивидуальных случаев подтекста, то есть когда один текст цитирует другой текст, ну или несколько других текстов, от ориентации на некоторый общепоэтический узус, репертуар, клише, сочетание ключевых слов, и, с другой стороны, довольно похожий процесс, он постарался распространить фольклористическое понятие формулы на авторскую литературу, причем сохранив главное свойство этого понятия в так называемой формульной теории, а именно метрическую приуроченность формулы. Вот все эти его работы в формулах четырехстопного ямба у Пушкина и в других случаях. Я упомяну кратко о разговорах с Вячеславом Силовичем Ивановым, чтобы потом подробнее сказать о Владимире Николаевича. Дело в том, что мы с Вячеславом Силовичем довольно мало об этом говорили, я запомнил как-то для меня несколько неожиданную одну его реплику, мы говорили, кажется, о Мандельштаме, я уже не помню совсем о чем, какую-то гипотезу я высказал, но реакцию Вячеслава Силовича запомнил хорошо. Он сказал, я предпочел бы видеть текст, то есть имея в виду конкретный, так сказать, такой зрительно верифицируемый источник, а не какие-то общие соображения о возможных источниках. Другая его реплика отражала репутацию нашей школы как клонный к таким заведомому преувеличению. Я сказал при нем, что литературная газета пускается в скрытую полемику с западным радиовещанием на русском языке. Эта полемика с неназванными авторами вообще была характерна для советских полуофициальных текстов. Какой-то официальный правительственный оратор, говоря об освобождении Матиаса Русса, сказал, ни о каком исключении говорить нельзя, его освобождают по таким-то и таким-то причинам. И это был, несомненно, ответ на песню Кима, где были слова «отпустите вы его в виде исключения». Я говорил о чем-то подобном, и Вячеслав Силович сказал, ну, это уже ваши цитатные теории, хотя прочие собеседники меня поддержали, что какие-то мотивы передачи Бибисири действительно узнаются в инвективах советской литературки. Значит, теперь о Владимир Николаевич. Мы встретились с ним, как с моим руководителем, и поэтому наши основные темы были, тема наших разговоров, сосредоточилась вокруг ритуала, фольклора, этимологии. Но я знал, что Владимир Николаевич занимается Ахматовой, знал, так не очень определенно, о начинавшейся тогда коллективной статье, которая потом получила название, «Русская семантическая поэтика». Поэтому вполне естественно, что я показал Владимиру Николаевичу первый вариант своей первой статьи о Мандельштаме. Это была попытка развить некоторые идеи, основополагающие работу Тарановского на том же материале, на стихотворении «На каменных отробах пиереи». Мандельштам прочел и сделал какие-то замечания, но я хорошо запомнил одно. Там был отмечен блоковский подтекст, лексика «Равенная» в стихах Мандельштама. И Владимир Николаевич сказал, «Может быть, стоит упомянуть, что большая вселенная в люльке у маленькой вечности спит, это тоже из равенны. Ты как младенец спишь, равенна у сонной вечности в веках». И когда я поблагодарил его, он удовлетворенно добавил, «Так будет убедительнее». А вот, так сказать, это рабочие отношения к подтекстам. Но тут для контекста нужно помнить, что ранние работы этого метода, по крайней мере у нас в России, сосредоточивались на отдельных цитатах, на отдельных примерах. Так была построена даже программная статья Ранена, лексический повтор подтекст и смысл поэзии Мандельштама. Анализ целого произведения был скорее исключением. Таковы были «Пчелы и Оса» Тарановского, потом первая книга Ранена, основанная на его диссертации, статья Стивена Бройда, «Нашедший подкову», тоже в сборнике в честь Тарановского, как и статья Ранена на лексическом повторе. Это, кстати, тоже был некоторый контраст с методом имманентного семантического анализа, который обычно исходил из одного стихотворения, как единицы анализа. Эта блоковская тема имела забавное продолжение. Через 20-е годы я собрался писать работу, так и не написанную, «Мандельштам и блок». Для этого прочел подряд все собрание сочинений блока, от чего сильно пострадала моя любовь к этому поэту. И тогда в письме к Владимиру Николаевичу я выписал наиболее любопытные совпадения с Мандельштамом. Один пример из этого списка Владимир Николаевич процитировал в книге «Ахматовый блок». Точно так, как было в письме. «К гофмановской теме у Мандельштама «Сравни пляшут в стакане вина золотистые змеи». Эта строка блока, восходящая к золотому горшку Кофмана в переводе Владимира Соловьева, не имела прямого соответствия у Мандельштама. Она была названа просто как некоторый элемент общей гофманианы. Но весь контекст, то, что это был один пример из списка блока в параллели к Мандельштаму, то есть, соответственно, что мандельштамовские тексты вообще не были здесь названы, конечно, в книге не было упомянуто. Этим воспользовался Ронан, с которым мы тогда были в многолетней ссоре, поссорились мы по переписке, как шахматист. В своей книге он привел в одной сноске, он говорил о том, что я склонен, это я, а не Ронан, к ненадежным сопоставлениям. И, например, и дальше он цитировал эту фразу по книге Владимира Николаевича, и получалось, что я как бы приписал Мандельштаму несуществующий стих. Я прочел об этом в книге Ронана, еще не читал тогда Ахматовый блог, и когда я в следующий раз после этого был у Владимира Николаевича, я спросил его, он показал мне книгу, я прочел эту цитату, не сразу вспомнил контекст моего письма, но сам Владимир Николаевич сказал, что в сущности тут нет ничего неверного. Такая строчка в русской поэзии существует, но с точностью до одного поэта. Еще когда я работал над этой статьей о Мандельштаме, в Москве появилась ксерокопия с машинописи Ронана, она была тогда в печати в сборнике в честь Ронановского, вот этой самой статьи лексический повтор по тексту и смыслу в поэзии Мандельштама. Тогда эта работа произвела на всех очень сильное впечатление, это была такая декларация метода и очень эффектно построенная. Когда я заговорил с Владимиром Николаевичем об этой статье, он очень похвалил ее и сказал, такое ощущение, как будто уже написали все, что ты хотел сказать. По-моему, такой замечательный комплимент Ронану. Из более общих соображений Владимира Николаевича в этой области я бы вспомнил, я как-то, даже сейчас не могу вспомнить, шла речь о каком-то конкретном подтексте, в каком-то конкретном случае или более широко, но я сказал, что дальше я уже боюсь заходить. Речь шла о разворачивании ассоциаций, которые тянутся от некоего конкретного элемента текста. Владимир Николаевич на это ответил. Знаете, когда останавливаешься и не решаешься заходить дальше, то потом всегда оказывается, что нужно было не просто идти дальше, а гораздо дальше, чем приходило в голову вот то, на что не решился в первый раз. Поэт, которым много занимался Владимир Николаевич, сказал по другому поводу, что после некоторых колебаний решаюсь вспомнить в этих записках. Я вот после некоторых колебаний решаюсь вспомнить одну формулировку Владимира Николаевича. мы заговорили о том, ну, а что, как быть с сопоставлениями, с совпадениями с теми текстами, которых Владимир Штам, скорее всего, знать не мог. Не опубликованными в то время или еще что-то подобное. А Владимир Николаевич ответил. Этот метод настолько много объясняет в тексте, что было бы наивно ограничивать его пределами эмпирической достоверности. Колебания мои связаны с тем, что эти слова показывают, что те черты, которые мы впоследствии не одобряли в постструктурализме, отчасти зарождались уже внутри структурной поэтики. Ну, если же говорить о некотором таком общетеоретическом вкладе Владимира Николаевича, ну, так сказать, он суммируется из множества конкретных работ и наблюдений. Тут можно напомнить, что еще за несколько лет до статьи Дарановского Владимир Николаевич напечатал статью «Источник батюшкова в связи с «Летаран парни»» «Источник курсивом названия стихотворения батюшкова». Я много позже спросил его, был ли это намеренный каламбур, и он даже с некоторым удивлением сказал, что, конечно, намеренный. Владимир Николаевич привнес в эту науку некоторые приемы лингвистики. Я, собственно, об этом и говорю, и писал, но, может быть, уместно кое-что из написанного повторить. Когда-то в середине 70-х годов в рецензии на статью Владимира Николаевича, кажется, на статью «Ахматова и Эллиот», я попытался определить одну особенность его работ. Потом эта мысль вошла в статью, посвященную Владимиру Николаевичу и вышедшую лет через 30. Но эту изначальную рецензию Владимир Николаевич читал, когда она была написана. Я показал ему машинопись. И мне кажется, что он одобрил эту мысль, поскольку, прочитав рецензию, он никак ее не оценивал, а стал говорить о том, что вот рецензия, казалось бы, такой мелкий жанр, но в нем все-таки удается сказать какие-то существенные вещи. Я пытался выразить ощущение скорее интуитивное, чем рациональное, что для его работ по поэтике, именно по подтексту, некоторую основополагающую роль играли его же работы по гидронимике. И это ощущение было спровоцировано таким словесным совпадением в одной из ранних статей об Ахматовой, кажется, еще в черновом виде. Владимир Николаевич писал о блоковском слое у ранее Ахматовой. И это казалось очень похожим на его формулу «Балтийский слой» в славянской гидронимии. Похоже, не внешне, а именно структурно, методологически. Речь шла о наличии блоковского слоя подтекстов или влияния в тот период, когда, по общему мнению, их не следовало ожидать и считал, что их вовсе нет. И сходным образом Владимир Николаевич искал, ну, как бы, раньше раннего, да, более раннее, чем принято считать, гетевские подтексты Урильки. Это тоже, я не знаю, это его работы, но знаю из его устного рассказа. И мне представляется, что вот эта тенденция, так сказать, к удревлению, отысканию более ранних примеров того, что мы впоследствии видим в таком развернутом и полноценном виде, эта тенденция кажется вполне естественной для ученого, одно из основных занятий которого это реконструкция, этимология и, так сказать, не только реконструкция проязыков, но и их деохранение. Ну, вот это, пожалуй, все, что я хотел сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!